Средневековый город на юге страны, представляющий как историческую, так и культурную ценность, может кануть в лето. Городище Костек вместе с творениями древних растаптывает домашний скот. Чтобы закончить работу, ученым необходимо около 20 лет, но хрупкие артефакты тысячелетней давности могут разрушить гораздо раньше. Полина Чехичина об истории, которая может быть утрачена навсегда. Его нашли случайно. Очередное звено из цепи городов, расположенных на маршруте Великого Шелкового пути. Костек основали Карлуки в середине 8 века. Здесь жили караханиды. О нем в 11 столетии упоминал Махмуд Кашгари. В 14 веке по его территории проходил монгольский завоеватель Тамерлан. Город перестал существовать в 15 столетии, но многие уникальные объекты сохранились до наших дней. Усадьбы дают большие материалы. Здесь мы нашли прекрасные светильники, которые известны только в Южном Казахстане, в таких больших городах, как в Атраре, в Сайраме, в Таразе. Вот такие прекрасные материалы здесь есть. Каждый найденный предмет говорящий. Седла, наконечники, стрел, доспехи указывают. Здесь располагалась тюркская ставка. По разнообразным сельхозорудиям можно понять. Это был центр земледелия. Здесь жили металлурги, кузнецы, гончары и керамисты. В городе было 32 мастерских. Некоторые находки обнаружены впервые в Казахстане. Например, зубная щетка из слоновой кости. Судя по данной археологической экспедиции, мы можем узнать, что на территории Казахстана городская культура была одна из очень развитых. Не только, наверное, в регионе, в Центральной Азии, но и, можно сказать, одна из мировых. Однако возможности археологов ограничены. Часть города в 2011 году передали в частную собственность. В распоряжении ученых только бывшая цитадель, да и та никем не охраняется. Поэтому местные жители свободно пасут здесь коров и лошадей, которые разрушают хрупкие артефакты из стекла, кости и глины. Вот таких хомов здесь было, с нами найдено их 8. 4 мы их оставили, 4 с собой забрали. Вот которые оставили, они фактически все разбили. Этот город мог бы стать местом паломничества туристов. Сюда уже приезжали специалисты из Австрии, Франции, Германии, Великобритании и других стран. Все они недоумевают, почему уникальный памятник Средневековья, не уничтоженный временем, с трудом выдерживает встречу с современным человеком. Полина Чехичина, Бен Нарымбаев. Итоги дня. Алматинская область.